Петра I Петру I также не давал покоя вопрос о выходе русских на торговые пути с Индией. Можно ли было доплыть до нее по северу? На карте мира оставалось все меньше белых пятен. Европейским ученым конца 17 века Тихий океан стал представляться иначе, чем раньше. Они начинали понимать, что Тихий океан имеет форму грандиозной арки, свод которой состоит из двух материков, постепенно сближающихся на севере. На закате эпохи Петра также активно осваивались Северная Америка, но ее европейцы для себя открывали с востока и юга. Где она заканчивалась на северо-западе, никто не знал. И заканчивалась ли она вообще? Возможно, Евразия и Америка – это огромный единый материк. Тогда морским путем по северу Индию точно не достичь. Чтобы расставить все точки над «и» и, наконец, правильно нанести на карту мира Российскую империю, уже умирающий Петр I 3 января 1725 года подписал указ о начале первой Камчатской экспедиции. Петр самолично написал инструкцию для нее. Она была предельно краткая и весьма конкретная, но споры о ее задачах идут до сих пор. А также эта инструкция и ее интерпретация сильно повлияют на дальнейший ход событий. Инструкция состояла всего из трех пунктов. Сделать один-два палубных бота на Камчатке или рядом. Идти на север вдоль Камчатки, ища перешеек, соединявший Азию с Америкой, или фиксировать, что такового нет. Когда будет найдена Америка, ехать вдоль ее берегов до того момента, когда будут обнаружены владения европейских стран, установить контакты с ними и ехать назад. Встал вопрос, кто возглавит столь ответственное мероприятие. Выбор пал на 44-летнего опытного капитана первого ранга русского флота датского происхождения Витуса Юнансена Беринга. Прекрасный организатор, ответственный исполнитель, любящий муж, честный и порядочный. В то же время Беринг был осторожным. Местами даже мягким человеком, что в те времена считалось больше минусом, чем плюсом. Также указом Петра были назначены и два главных помощника Беринга. Лейтенанты Мартын Шпанберг и Алексей Чириков. Мартын Шпанберг датчанин, как и Беринг. Был его протеже. Однако общего между ними не было ничего. В отличие от Беринга, Шпанберг плохо говорил по-русски. Еще хуже читал и писал. У него была репутация грубого и жестокого человека. У Шпанберга всегда было два аргумента по отношению к своим подчиненным. Кнут и виселица. Но моряк он был превосходный. Морское дело знал в совершенстве. И суда знал, как строить. И водил их хорошо. Второй помощник Беринга был лейтенант Алексей Ильич Чириков. Человек совсем другого склада, нежели Шпанберг. Его современники отзывались о Чирикове, как о человеке образованном и начитанном. Морское дело, как и историю открытий, знал превосходно. Однако в то время он был крайне молод. Ему шел только 22-й год. Незадолго перед тем Чириков окончил морскую академию в Петербурге. И окончил ее блестяще, став почти сразу преподавателем. Также в экспедицию Чириков пригласил своего ученика, еще более молодого гардемарина Петра Чаплина. Перед смертью, когда шла полным ходом подготовка к экспедиции, Петр Первый написал записку для всего российского флота и будущих первопроходцев, которая должна была их воодушевить. Прошу породить от всего сердца для защиты единоверных и для своей бессмертной памяти. Время благоприятное. Фортуна сквозь нас бежит. Никогда она к нам так близко на юге не бывала. Блажен, кто схватит ее за волосы. Из Санкт-Петербурга экспедиция начала свой поход двумя отдельными группами. 24 января и 5 февраля 1725 года. Полная энтузиазма. Они навряд ли представляли, какие испытания их ждут дальше. В состав экспедиции входили матросы, солдаты, штурманы, гардемарины и подсобные рабочие. Их сопровождал огромный обоз. Все необходимое, от гвоздя до якоря, нужно было вести с собой через толком необжитую Сибирь. Корабельные пушки, паруса, канеты, измерительные приборы. Пожалуй, и все, кроме провизии, было не найти в тех далеких краях, куда они отправились. Около двух лет понадобилось, чтобы экспедиция окончательно добралась из Санкт-Петербурга через всю страну до берегов Тихого океана. Самую длинную дорогу в мире можно условно разделить на три этапа. С увеличением сложности с запада на восток. На первом этапе необходимо было добраться до Тобольска. Дорожный тракт, по которому можно было проехать на лошадях, доходил только до него. Дальше, до самого Охотского моря, не существовало дорог, только тропы и то не везде. В Вологде отряд соединился. И дальше двигался полным составом. Ехали они через Тотьмо, Устюк, Сальвычегодск, Соликамск, Тюмень. Путь этот проделали для конного обоза очень быстро, за полтора месяца. 16 марта 1725 года экспедиция со всем обозом прибыла в Тобольск, на берег Иртыша. В Тобольске провели два месяца, пытаясь дополнить состав экспедиции из местных жителей и ссыльных шведов, а также переждать весеннюю распутицу и ледоход на реках. Едва вскрылся Иртыш, экспедиция, захватив все свои грузы на четырех дощанниках и семи лодках, поплыла вниз по течению до впадения Иртыша в обь. Затем двинулась вверх по Абби до впадения в обь реки Кеть. Далее вверх по Кете почти до самых истоков. На следующем этапе экспедиции предстоял непростой Волок. От Маковского оструга до Енисейска было примерно 100 километров. Для перевозки только головного отряда Шпанберга потребовалось 150 подводов. Прошли Волок с помощью лошадей всего за три дня, не без помощи напористых качеств Шпанберга. После преодоления водораздела оказались на берегу Енисея. Опять перегрузились в лодки и двинулись вверх по Енисею до впадения Ангары в Енисей. Пошли вверх по Ангаре до впадения в Ангару Иллима. Свернули в Иллим. Был уже конец сентября. Иллим замерзал. Двигались до последней возможности. Но вскоре пришлось остановиться и зазимовать в Иллимске. Уже тогда Чериков себя проявил с самой лучшей стороны. Помимо организационных и транспортных задач, он не забывал про научную деятельность. Например, на зимовке в Иллимске он снимал параметры затмения Луны. Постоянно сверял координаты долготы поселений, в которых они бывали с имеющимися картами. Весной следующего 1726 года чуть вскрылись реки, двинулись в дальнейший путь. От Верховьев и Лима до Лены. Перевалив через водораздел на лошадях, они вышли на берег Лены возле села Усть-Кут. Опять пересели в лодке и поплыли вниз по течению Лены до Якутска. В Якутск прибыли во второй половине июня 1726 года. От Якутска до Охотска не было в то время даже нормальной тропы. Сплошная лиственничная и кедровая тайга, покрывающая сопки. Решено было идти до Охотска по маршруту Ельчина, проложившего его 10 лет назад. А между тем отряд Беринга, проходя через Сибирь, сильно вырос. Главным образом за счет плотников и других мастеров, которые необходимы были для строительства корабля. На момент прибытия в Якутск состав экспедиции насчитывал до 400 человек. Для маленького острога Якутска, состоящего из 300 изб, это было непомерное число. Далее команду ожидал самый сложный участок пути к Тихому океану. К востоку от Лены нигде нельзя было достать никакого продовольствия, кроме, может быть, рыбы. В Якутске нужно было запастись мукой на несколько лет вперед. Муки требовалось так много, что добыть ее все сразу оказалось невозможным. Нужно найти было выход из положения, и Беринг составил такой план. Он разделил экспедицию на три отряда. Первый отряд должен был отправиться верхом на лошадях, захватив с собой часть заготовленной провизии и легкие вещи. Этот отряд возглавил сам Беринг. Второй отряд, захватив самые тяжелые громоздкие грузы, должен был на лодках попытаться пройти по рекам до слияния Юдомы с рекой Крестовкой. В водные пути этих рек образовывают характерный крест. Это место так и было названо – Юдомовский крест. Во главе второго отряда Беринг поставил Шпанберга. Третий отряд должен был зазимовать в Якутске, чтобы заготовить как можно больше продовольствия, пошить суммы для перевозки весной 1727 года, доставить это продовольствие в Охотск. Этот отряд, самый малочисленный, поручен был Чирикову. Первый отряд двинулся из Якутска в конце августа на 663 лошадях. На каждую лошадь было навьючено 5 пудов груза. Путь до Охотска был настолько тяжел, что 267 лошадей пали по дороге. И все же Беринг со своим отрядом был в Охотске уже в первой половине октября. Переход от Якутска до Охотска уже немолодому Берингу дался непросто, но 45 дней в седле он выдержал. Гораздо хуже обошлось дело самым многочисленным речным отрядом Шпанберга в 203 человека. Этот чудовищный по сложности переход рассмотрим подробнее. Заранее было решено рубить громоздкие тяжелые коря, канаты и паруса на части для транспортировки их в Охотск. Шпанбергу было необходимо добраться до Юдомова креста и, преодолев водораздел, плыть уже вниз к Охотску. Он двинулся в путь на 13 плоскодонных лодках. Лодки были плоскодонные, чтобы легче проходить в мелких местах. Но это помогло мало, потому что они были тяжело нагружены и сидели глубоко. Поплыли сначала вниз по Лене до впадения в Лену реки Алдан. Двинулись вверх по Алдану до впадения в Невомае. Поплыли по Мае до впадения Юдомы. Из рек Ленского бассейна Юдома ближе всего подходит к водоразделу. На берегу излученной реки, недалеко от слияния крестовки Юдомы, был поставлен большой деревянный крест. Это был опознавательный знак, до которого во что бы то ни стало нужно было дойти, прежде чем Юдома замерзнет. Сделать это Шпанбергу не удалось. Лодки его вмерзли в лед неподалеку от устья реки Горби, примерно в 350 километрах от Юдомова креста, где изначально планировалась зимовка. Случилось это в начале ноября. Что делать дальше? Зимовать здесь и тронуться в дальнейший путь следующим летом? Но ведь без этих грузов построить корабль невозможно. Застрянешь тут, и морское плавание отложится на целый год. Шпанберг был деятелен и энергичен. Допустить такой задержки бывалый моряк не мог. Пока проходил ледостав на Юдоме, он потребовал от якутов и тунгусов, живших по берегам реки, чтобы они заставили ему собачьи упряжки и нарты. Заставить их он мог только силой, и он заставил их силой и своими двумя аргументами – кнутом и виселицей. Ему удалось собрать сто запряжек и нарт. Он перегрузил на них то, что было в лодках. Но и на ста нартах весь груз не поместился, и часть его пришлось оставить на берегу. Начался чудовищный по трудности зимний переход в самые морозы. Как писал Шпанберг, их проводник Калмаков толком не знал дороги и недооценил время перехода до креста. Местные разбегались, кого удавалось выловить, публично пароли и заключали в колодке. Вместе с нартами шли их владельцы – якуты и тунгусы, насильно мобилизованные Шпанбергом. У юдомского креста Берингам было оставлено 70 сумм муки для Шпанберга. Из слов Шпанберга, ввиду неточной оценки расстояния до креста, продовольствия по дороге не хватило. Начался голод. Людям приходилось есть даже кожаные ремни и штаны. Каждый день люди гибли от мороза, голода и болезней. 17 декабря часть отряда наконец добралась до креста. После этого Шпанберг отпустил часть местных жителей в Освоясе, отдав им пашпорты. После небольшого отдыха 20 декабря отряд отправился дальше к Охотску. 31 декабря они встретили долгожданного капитана Анашкина с 10 нартами с провиантом, посланного на подмогу из Охотска Берингам. И вот, до конец 6 января в Охотск прибыла первая часть отряда Шпанберга с ним во главе на 7 нартах. Потрепанный Шпанберг выглядел очень болезненно. Переход Шпанберга длился два месяца и еще не был закончен полностью. К концу января 1727 года 40 нарт из 100 добрались до Охотска. Недоставленные грузы с 60 нарт, брошенные, валялись в снегу на всем протяжении пути. При переходе был потерян один якорь. Хоть как-то восстановив силы, 16 февраля Шпанберг вместе с Чаплиным отправились на нартах заставленными грузами. К тому времени уже и собак почти не осталось, и нарты приходилось волочить на себе. Теперь начали разбегаться бесследно даже русские. Изможденные они должны были переправиться сначала волоком от несудоходной реки Крестовки до верховьев реки Урак, все тяжелые грузы. А далее сплавить их по реке Вохотск. В этом труднейшем переходе на грани человеческих возможностей погибло очень много людей, необходимых для экспедиции. Плотники, штурманы, матросы. В их числе был геодезист Лужин, которого мы неоправданно обошли стороной. Федор Федорович Лужин вместе со своим однокурсником по Морской академии и другом Иваном Борисовичем и Врейновым еще до Камчатской экспедиции ходили в эти места для изучения берегов Камчатки и некоторых Курильских островов. По поручению Петра I в 1719-1722 годах Лужина была составлена карта Камчатки, которой Беринг пользовался. Они высаживались, предположительно, на острове по секретному заданию Петра I и, скорее всего, искали на нем следы месторождений различных металлов. Карта Лужина уже не так искажала реальные размеры Камчатки и ее положение, как европейские карты. Если бы Лужин не умер, дальнейший ход событий мог бы быть другим. Тем временем у Беринга тоже было не все гладко. На Беринга обрушилась тысяча и одна проблема организации дальнейшего хода экспедиции. Судно «Фортуна», имевшееся в Охотске, на котором команда должна была переплыть Ламское море к берегам Камчатки, было в плачевном состоянии и нуждалось в капитальном ремонте. Для этого не было смолы. Но до того самосторожок Охотск нужно было обустроить. К моменту прихода Беринга там насчитывалось всего 10 изб. Нужно было построить избы, амбар для провизии и многое другое. Для немногих лошадей, добравшихся после перехода в Охотск, не было заготовлено сено. Они околевали от голода одна за другой. В качестве рабочей силы были они бесполезны, и люди приходилось на себе таскать камни, бревна, глину и так далее. Вдобавок начались интриги. В конце апреля объявил писарь Турчанинов, что он знает про капитана Беринга важное дело, точнее страшное тогда слово и дело. Капитан Беринг приказал посадить его немедленно под крепкий караул и через пять дней отправил в Якутск для препровождения в Санкт-Петербург. В то время фраза «слово и дело» имела очень серьезный вес. И прежде чем выкрикнуть ее во всеуслышание, человек должен был подумать два раза. Одной только этой фразой, подкрепленной доказательствами деяний против государства, можно было отправить на дыбу кого угодно. Или отправиться самому, если эти деяния ты не докажешь. К слову, судьба писаря Турчанинова в дальнейшем неизвестна. Теперь Берингу предстояло решить, что делать дальше. Откуда начать свое морское плавание на север? В инструкции Петра говорилось об этом довольно неопределенно. Надлежит на Камчатке или другом там уж месте сделать два бота с палубами. Следовательно, Беринг, не нарушая инструкции, имел право построить свой корабль в Охотске и начать плавание отсюда. Обогнув Камчатку с юга, он мог двинуться на север, не прибегая к переброске всего огромного груза по суше. Это было бы наиболее естественно и с точки зрения трудозатрат и затраченного времени. Однако Беринг отверг этот план. Он остановился на другом. Переправить грузы на западный берег Камчатки, далее сухопутным путем отправиться на восточное побережье и уже там построить корабль, начать плавание. Почему Беринг выбрал этот более сложный вариант? Достоверно никто не знает. Возможных причин было несколько. После инцидента с писарем Турчаниновым, Беринг опасался, что его могут схватить по этому или какому другому доносу. Местным управленцам во всей Сибири эта экспедиция была как кость в горле. Им приходилось делиться своими припасами, лошадями и многим другим, естественно, не по своей воле. Оставаться в Охотске еще год, строив именно здесь корабль, было опасно. Также было решено плыть именно к западному берегу Камчатки, а не к восточному. Берингу говорили, что море у мыса Лопатка очень опасное. Его убогая суденышка Фортуна не могла бы пройти это место при неспокойном море. Возможно, здесь казалось присущей ему нелюбовь к слишком решительным поступкам. Ведь он отвечал в конце концов за каждую людскую жизнь в этой экспедиции. Кроме того, у него, видимо, было преувеличенное представление о реальных размерах Камчатки. Уже 30 июня Фортуна под командованием Шпамберга вышла в море и взяла курс на Камчатку к западному ее побережью, кустю реки Большой, в Большерецкий острог. Буквально через день 1 июля прибыл в Охотск и Чириков. Привез он из Якутска 2300 пудов муки. Его отряд добирался группами. Кто-то раньше, кто-то позже. Но все добрались сравнительно удачно. Узнав о распоряжениях Беринга, Чириков остался ими недоволен и не скрывал этого. Он считал, что если уж отказались от мысли строить большой корабль в Охотске, то нужно было попытаться переправить грузы прямо на восточный берег Камчатки. Считается, что выбрав такой вариант, Беринг увеличил время экспедиции примерно на 2 года. Но обсуждать планы было уже слишком поздно, потому что Фортуна уже ушла в море по намеченному курсу, и вскоре Шпанберг был уже в Большерецке. Здесь предприимчивый Шпанберг нашел еще один шитик и сразу же овладел. И уже на двух кораблях пустился в обратный путь через Охотское море. Путь дальше, к восточному побережью Камчатки, в Нижнекамчатск, наметили так. Плыть вверх по реке Большой, сколько возможно. Затем на санях добраться до реки Камчатки, которая течет на восток, и по ней достигнуть Тихого океана. Перегрузились и пошли вверх по Большой. Стояла уже глубокая осень. Когда выпал снег, река встала. Перегрузились на нарты, запряженные собаками. Здесь действовали так же, как Шпанберка между Якутском и Охотском. Силы отбирали собачьи упрежки у Камчаталов и заставляли хозяев собак сопровождать экспедицию в качестве погонщиков и носильщиков. Для Камчаталов экспедиция Биллинга была бедствием. Занятые перевозкой грузов, они упустили удобное время зимней охоты. А собаки – единственная их драгоценность. Почти все погибли. До Тихого океана добрались в марте 1728 года. При переходе был потерян еще один якорь. Началась подготовка к плаванию. Заново склепывали куски якорей, сшивали порезанные парусы и канаты. Корабелы работали, не покладая рук. 4 апреля заложили корабль, которому дали имя Гавриил. На постройку корабля ушла вся весна. Гавриил имел в длину 21 метр. По тем временам немалый корабль. И к первым числам июля, наконец, судно было готово. 8 июля его спустили на воду и начали спешно грузить. Больше трех лет прошло с того дня, когда экспедиция ушла из Санкт-Петербурга. Первый пункт в инструкции Петра Первого был выполнен. Казалось бы, всего одна строчка, но какой ценой она далась первопроходцам. Оставалось еще два пункта. Изможденные лишениями моряки были полны решимости. Настал момент истины. Для чего они пришли на край света? Заполнить пустые места на карте мира своими именами, навсегда обозначив их в истории. 9 июля 1728 года только построенный бот Святой Гавриил под всеми парусами выходил из устья реки Камчатки в море. Корс капитан взял на север вдоль берега, и ни у кого из команды не было сомнений в выборе направления движения. А пока команда шла на север по Камчатскому берегу, снимая координаты берегов и замеряя глубину под кораблем, 19 июля команда заметила остров. Позже названный он был Карагинский. Примечательно, что на карте покойных Евреинова и Лужина, который пользовался Беринг, этот остров уже есть. Но присваивают его открытие Берингу. Каждый день команда вела счисления, зарисовывали попадающиеся им горы и описывали местность. Беринг, следуя обычаю своего времени, давал имена новооткрытым островам, мысам и заливам по церковному календарю святцев. Так появилась губа Святого Креста. Сейчас залив Креста. Здесь Беринг пытался встать на якорь для того, чтобы запастись водой из реки, но после нескольких неудачных попыток пошел дальше. Была открыта бухта, позже названная бухтой Провидения. Погода стояла хорошая. Лишь изредка шел дождь и дол не сильный ветер. Все же воды нужно было набрать. Оставалась всего одна бочка. 7 августа был послан Чеплин с восьмю человеками на берег. Они наполнили 22 бочки чистой воды из ручья. Во многих местах он видел протоптанные тропы, а потом заметил пустые жилища. Сомнений не было. Здесь живут чукчи. В то время шли войны русских с чукчами, и как повело бы себя местное население, увидав рядом со своими домами русских, никто не знал. На следующий день команда заметила лодку, гребущую к кораблю. В ней сидели восемь чукчей. Намерения у них были отнюдь невоинственные. Их больше вело любопытство поближе посмотреть на такую огромную лодку. Беринг разрешил им подняться на борт и стал расспрашивать с помощью коряков-переводчиков, взятых на Камчатке. Коряки с заданием справились весьма плохо. Однако удалось установить важный момент. Чукчам была известна река Колыма, впадающая в северный ледовитый океан. Но выяснилось, что чукчи ходили к Колыме не морем. Значит, вопрос о том, соединяется ли Америка с Азией, оставался открытым. Чукчи сообщили, что в их земле нет леса, а простирается земля к северо-западу. Обогнув выдающийся в море мыс, получивший с той поры название Чукотского мыса, поплыли дальше. 10 августа азиатский берег резко повернул на север. Сгущался туман. 11 августа в юго-восточном направлении заметили неведомый остров, названный Берингом, островом Святого Лаврентия. Беринг торопился, опасался возможной будущей встречи с льдами, старался побольше пройти в эту навигацию. Команда не высадилась на эту землю и не узнала, что она была населена эскимосами, которые, скорее всего, много интересного могли рассказать о ближайших берегах. С каждым днем туман все гуще окутывал корабль. Берега теперь было не видно, а идти рядом с ним по неизвестным местам в тумане было крайне опасно. Так, в белой пелене Святой Гавриил шел строго на север, не упираясь ни в каком месте в землю. Появилось много китов. Море стало другим. Сомнений не было. Они добрались до Ледовитого океана. Три дня прошло с того момента, как корабль взял курс строго на север. Берегов нигде видно не было. 13 августа Беринг созывает совет со своими помощниками о том, что делать дальше. Шпанберг и Чириков выдвинули две противоположные версии. Первое мнение высказал Шпанберг. Он предложил идти еще три дня на север. Если они не обнаружат никаких берегов, повернуть обратно. Его доводы были такие. Сомнений нет, что мы в открытом море. А значит, Азия с Америкой не соединяются. Следовательно, главную задачу Петра Первого мы выполнили. Конец лета. Мы все дальше от берега. Ледовитый океан ошибок не прощает. Мнение Чирикова было следующим. Цели экспедиции не достигнуты. Непонятно, действительно ли мы прошли в Ледовитый океан. Неясно, далеко ли Азия от Америки. Чириков считал, что нужно найти Азиатский берег и по нему дойти до устья Колымы или до Первых Ледов. А если Азиатский берег будет еще севернее, то с 25 августа нужно искать стоянку на Зимовье до следующей навигации. Выбор был непростым. Капитан занял сторону Шпанберга. Конечно, Беринг понимал, что Чириков, несомненно, прав, а Шпанберг, несомненно, не прав. Но также он осознавал, что встречу со льдами Гавриил может не выдержать. А возможное Зимовье на этой суровой земле без леса, населенной Чукчами в крайне неблагополучных условиях, выдержат немногие. Шпанберг еще до конца не оправился от похода по Юдаме и точно не пережил бы эту Зиму, как и многие другие члены команды. При той ситуации вряд ли команде удалось бы дойти до устья Колымы, а вернуться оттуда тем более. Еще три дня шел корабль на север, и 16 августа 1728 года Святой Гавриил повернул обратно. Пошли тем же курсом и по проверенному безопасному маршруту в том же тумане. Осознавал ли Беринг, что проходил через пролив, сказать трудно? Примерно через 50 лет отважный мореплаватель Джеймс Кук проходил по этому же проливу, пользуясь картами Беринга. Именно Кук настоял в знак уважения назвать этот пролив именем Беринга. Вот что он писал о Беринге и его команде. «Я обязан воздать справедливую похвалу памяти почетного капитана Беринга. Наблюдения его так точны, и положение берегов означено столь правильно, что просто удивляешься, как мог он достигнуть этого, работая с такими примитивными инструментами». Широты и долготы определены им так верно, что лучшего нельзя почти и ожидать. На обратном пути команда открыла один из островов Тиамида. Во все время плавания погода удивительно благоприятствовала морякам. Они не испытали ни одной бури, но к концу плавания дело изменилось. Беринг смог на собственном опыте убедиться, насколько опасны и тяжелые условия плавания в северной части Тихого океана в бурную погоду. В шторм они попали 31 августа, неподалеку от берегов Камчатки, около Столбового острова. Ветер был такой силы, что разорвались фалы у мачт, паруса упали, снасти перепутались. Пришлось встать на якорь, но едва подвертели канату якоря, как подтягой корабля вон лоб. Судно стало рейфовать в сторону берега, и корабль вскоре очутился в полумиле от крутых каменистых Камчатских берегов. Если бы ветер был еще сильнее, Гавриил неминуемо бы разбился о скалы. На счастье команды погода вскоре успокоилась. Проверку на прочность корабль не прошел. Сказалось качество снастей и канатов, которые были сначала разрезаны, потом заново зашиты из-за сложной транспортировки из Якутска в Охотск. 2 сентября 1728 года команда в полном составе благополучно вернулась в Нижний Камчатск на зимовье. Ускользнувшая от Беринга Америка напоминала о своем присутствии всеми способами. Зимой Беринг услышал от местных жителей, что в ясные дни на востоке можно увидеть землю. На Карагенском острове некоторые дома местных жителей сделаны из огромных стволов деревьев, которые не растут на Камчатке. А стало быть, эти деревья принесло море. С востока прилетает ежегодно множество птиц, кои, побыв на Камчатке, улетают обратно. Чукчи привозят иногда на продажу куни-парки, а куниц нет во всей Сибири, от Камчатки и почти до Урала. 3 октября собрал капитан Беринг всю команду и, прочитав им манифест о вступлении на престол императора Петра II, привел всех к присяге. Новость эта до моряков дошла через всю страну только спустя 17 месяцев после того, как сменилась власть в стране. Это были тревожные новости как для Беринга и его команды, так и для дальнейшей судьбы экспедиции, а также развития флота в целом, но об этом позже. Удачно перезимовав, команда отправилась на юго-восток на поиски Америки. Пройдя примерно 200 километров против сильного встречного ветра, Беринг проплывал совсем немного южнее от острова, который в будущем нарекут в его честь. Из-за плохой видимости команда на тот момент остров не заметила и повернула обратно в сторону Охотска, по пути исследуя и нанося на карту восточный берег Гамчатки. Меткий глаз моряка сразу же оценил несравненные преимущества здешней бухты на Авачия. Более превосходного убежища для судов, плавающих в северной части Тихого океана, вряд ли можно найти во всем этом крае. 3 июля Святой Гавриил зашел в устье реки Большой, в Большерецкий острог. Здесь, в Большерецке, попросил разрешения остаться один из наших героев Шванберг. Его здоровье теперь совсем расшиталось, и было решено его оставить здесь подлечиться и набраться сил. 23 июня 1729 года Святой Гавриил добрался до Охотска. Первая Камчатская экспедиция была закончена. Конец в нее получился несколько смятый. В эту навигацию Беринг ничего существенного не открыл и будто бы не хотел открывать, а спешил обратно в столицу. Теперь оставалось опять проехать через всю страну в Санкт-Петербург и предоставить доклад об итогах экспедиции. Тем временем в Санкт-Петербурге происходила беспощадная борьба за власть, за которой молчаливо напряженно следила вся страна. Петр I стал в государстве российском своеобразным водоразделом, и после его смерти все более выраженно намечались два огромных центра силы в стране. Первый был образован в основном из знатных дворян. Долгоруки, Голицыны, Трубецкие, Волконские, Репнины – они всячески противились реформам и преобразованиям Петра. Но пойти против воли императора боялись. Во время своего правления Петр I очень серьезно упразднил их власть, возвысив другой центр силы – безродных, но деятельных людей, поддерживающие вектор развития реформ в Российской империи. Во главе этого центра силы был граф Меншиков. Его поддерживали купцы, промышленники, мелкоместные и средние дворяне. Пока на престоле сидела вдова Петра Великого Екатерина I, клан Меншикова оставался у власти, но постепенно терял свои очки. Когда на престол взошел внук Петра Великого, которому шел только 12-й год, Меншиков свою власть упустил. В итоге, по приказу молодого императора, 8 сентября 1727 года Меншиков был арестован, а после был сослан в Березов. К власти пришел обратно первый центр силы. Потомки феодальных боярских родов, жившие на доходы со своих громадных населенных крепостными вотчинами. Они нисколько не были заинтересованы ни в построенном Петром флоте, ни в построенном им Петербурге, ни в его школах, типографиях, академиях и, конечно, им не было абсолютно никакого дела, сходится ли Азия с Америкой. Петр Второй попал под влияние Долгоруких. Столица фактически переехала обратно в Москву. Вперед с 1727 по 1730 год не было заложено ни одного корабля. Ощущая тенденцию, начался отток ценных кадров обратно за границу. Петр Второй заявлял, что как дедушка по морю он ходить не намерен. Кто был Беринг и ему подобное для Долгоруких? Безродный и беззащитный чужеземец, ничем не владевшему в России. С продвижением по стране на запад, новости до команды доходили уже быстрее. А плохие новости, как известно, несутся впереди курьеры. 19 января 1730 года молодой император умирает от оспы. На престол взошла Анна Иоанновна, племянница Петра Первого. Приехав из Курляндии, она быстро разобралась в расстановке сил и настроению в обществе, развернув вектор развития Российской империи обратно в Пропетровский. Прилюдно разорвала унизительный для нее документ кондиции, который, по сути, давал управление страной от ее имени в руки Тайного Верховного Совета, состоявшего в большинстве из той самой потомственной знати. 1 марта 1730 года, после пятилетнего путешествия, после восьми месяцев пути из Охотска, Беринг прибыл домой. Первая Камчатская экспедиция была как раз одним из характерных предприятий Петра Первого. И с очередной сменой власти, отчеты Беринга об экспедиции рассматривались очень внимательно. Беринг предоставил в Адмиралтейство коллегию отчет о результатах проведенной им пятилетней экспедиции. Итак, на карте были обозначены контуры Азии на восточном берегу. Произведена инструментальная съемка берегов Камчатки. Был освоен сухопутный маршрут перехода от Санкт-Петербурга до Охотска. Подготовлен Охотск, Большерецк, Нижний Камчатск к будущим исследованиям. Но все его отчеты бились об один серьезный аргумент. Америка не найдена, инструкция Петра Первого не выполнена. По итогам отчетов экспедиции, Берингу не дали предположительно обещанный ему чен контр-адмирала, а дали промежуточный чен капитан Командора. У Беринга был уже огромный опыт за плечами по проведению такой непростой камчатской экспедиции. Искать в дальнейшем Америку, как он не пытался отказаться от этого, было поручено именно ему. А также его помощникам Алексею Чирикову и Мартыну Шпанбергу. Первая камчатская экспедиция дала отличный задел на будущее. Она стала предшественницей самому масштабному мероприятию, которого до того момента не знало государство российское. Великая Северная экспедиция.